Добрый день. В этом видео я расскажу, как собирается магнитная головоломка от компании Yuxin под названием 8 Petals. Немного странное название для уже знакомого механизма. Внимательные зрители, наверное, уже поняли, что здесь есть что-то похожее на головоломку под названием ReadyCube, который выпускала компания Moïo, разработал дизайнер Оскар Ван Девентер. Понятно, что такое название компания Yuxin выбрала только из-за соблюдения авторских прав или каких-то таких юридических моментов. Это одинаковые головоломки по своему механизму и принципу сборки. Если вы умеете собирать ReadyCube, то здесь я вам не расскажу ничего нового. Если же вы впервые знакомитесь с головоломки подобного типа, то в этом видео я подробно расскажу, как это собирать, причем покажу некоторые моменты для ускорения сборки. ReadyCube собирают в качестве дополнительной дисциплины на чемпионатах по спидкубингу. Это вполне скоростная головоломка и собирать можно довольно быстро. А магнитная версия добавляет контроля и удобства сборки. Головоломка простая и включает в себя всего лишь два типа элементов. Это уголки и ребра. Уголки имеют три цвета, ребра имеют два цвета. Уголки во время сборки все время находятся на своих местах, а ребра перемещаются. В процессе сборки нам нужно правильно ориентировать все восемь уголков и расставить ребра по своим местам. Первоначально нам нужно правильно ориентировать четыре уголка. Предлагаю начать с белого цвета, хотя можно это делать и с любого. Но для определенности пусть это будет белый. Доходим четыре уголка, у которых белый цвет есть. Это уголок с желтым цветом, а вот этот уголок с белым цветом. Почему я рассматриваю белый и желтый? Потому что это противоположные стороны. Если у уголка нет белого, значит у него будет желтый. У этой головоломки есть восемь углов. Четыре из них имеют белый цвет, четыре из них имеют желтый. Вот два с белым и вот еще два с белым. Значит вот здесь будет белая грань. Центров головоломка не имеет, поэтому ориентируемся только по уголкам. Этот этап похож на первый этап в сборке классической пирамидки. Здесь четыре элемента, поэтому даже проще. Разворачиваем все уголки белыми цветами на эту грань. После этого опускаем белую грань вниз и собираем ребра с белым цветом. Вот здесь должно быть бело-красное ребро. Находим его вот здесь. Чтобы отсюда переставить ребро вот сюда, нужно сделать всего лишь три хода. Это одно из самых удобных мест для сборки ребер первого слоя. Здесь должно стоять ребро. Это место поднимаем на второй уровень, на средний слой. Вставляем сюда ребро бело-красное. Видим, что уже цвета начинают совпадать. Ну и возвращаем обратно уголок. Тем самым мы ставим ребро на свое место. Но ребро может не всегда находиться на этой позиции. Оно может находиться, к примеру, вот здесь. В этом случае поступаем аналогично. Поднимаем место, где оно должно стоять, вставляем ребро и опускаем уголок. Если бело-красное ребро находится слева, мы делаем эту комбинацию зеркально. Поднимаем место, где должно оно стоять, вставляем туда ребро и возвращаем уголок. Бело-красное ребро на нужной позиции. Если бело-красное ребро находится сзади, мы его перемещаем либо сюда, либо сюда, куда нам удобно. К примеру, вот сюда поставим и делаем те самые три хода. Также мы поступаем, если бело-красное ребро не можем найти на верхнем слое и находим где-то на среднем слое, в один ход. Поднимаем в удобную позицию и отсюда ставим на место. В редких случаях может случиться такое, что нужное нам ребро мы не найдем ни на верхнем слое, ни на среднем слое. Тогда, скорее всего, оно находится на белой грани, но не в своем слоте. Например, здесь. Отсюда можем просто поднять, перевести на удобную позицию, но главное не забыть потом вернуть белый уголок в правильную ориентацию. И отсюда ставим на свою позицию. Если у нас ребро находится либо здесь, либо здесь, поступаем зеркально. Но если находится оно где-то сзади на первом слое, то просто переводим его куда-то сюда или сюда и делаем все то же самое. Также может случиться такое, что бело-красное ребро будет находиться на передней грани, на втором слое. То есть прямо рядом с нужной позицией. Можно, конечно, отвести ребро вот сюда и сделать обычные три хода. Но можно решить прямо отсюда. Для этого сделать пиф-паф точно такой же, как на пирамидке. Вращаем правый уголок на себя, левый уголок на себя, правый от себя, левый от себя. И ребро становится на место. Аналогично мы поступаем, если бело-красное ребро находится на передней грани, но слева. Делаем движение на себя с левой стороны, потом с правой, обратно, обратно. То есть первым движением мы ребро ставим на свое место. Если оно находилось справа, то начинаем пиф-паф справа. Если находилось слева, то очевидно, что слева. Ребро стоит на своем месте. Установим остальные белые ребра по своим местам. Давайте найдем бело-зеленое, где оно есть. Оно находится вот здесь вот сзади. Переводим сюда поближе и делаем три хода. Поднимаем слот, вставляем ребро, возвращаем уголок на место. Следующая сторона оранжевая. Здесь должно быть бело-оранжевое ребро. Оно находится на передней грани слева. Можно сделать левый пиф-паф. Опускаем с левой стороны, опускаем с правой стороны. Поднимаем с левой, поднимаем с правой. Ну и остается бело-синее ребро. Находим его вот здесь. Поднимаем место, вставляем ребро, опускаем место. Первый слой собран. Далее в самой простой методике мы правильно ориентируем желтые уголки. Для этого просто поворачиваем их все желтой стороной вверх. Можно совмещать процесс ориентации уголков и сборки второго слоя, но об этом я расскажу чуть позже. Для начала рассмотрим классическую методику. Рассмотрим, как собирается ребра второго слоя на примере сине-красного ребра. Расположим слот для этого ребра перед собой. Вот здесь должно оно находиться. Если оно стоит не на месте, то оно может быть в четырех местах на верхней грани и в трех местах на среднем слое. Начнем с верхней грани. Если оно находится близко и справа, мы с этой позиции отводим ребро в сторону, подворачиваем туда же слот, где должно стоять это ребро, вставляем ребро и возвращаем передний уголок на место. Ребро на своей позиции. Аналогично решаем, если сине-красное ребро находится на верхнем слое, близко, но слева. Отводим в сторонку, подводим слот, где должно находиться это ребро, вставляем туда ребро и возвращаем на место передний угол. Если сине-красное ребро находится на верхней грани, но сзади, с правой стороны, мы поступаем похожим образом. Но нам не нужно вот отсюда отводить ребро в сторону. Здесь уже свободно. Поэтому просто сюда подводим слот, где должно стоять это ребро, вставляем ребро, возвращаем передний уголок на место, но еще нужно вернуть правый уголок в правильную ориентацию. Проверяем, чтобы желтые уголки всегда желтым цветом были направлены вверх. Если сине-красное ребро находится сзади, на верхнем слое и слева, делаем зеркально. Подводим вот в эту позицию слот, где должно оно стоять. Вставляем ребро, возвращаем передний уголок на место и возвращаем левый уголок. Если на верхней грани мы нужного ребра не нашли, то он находится на втором слое, либо справа, либо слева, либо сзади. Если ребро находится справа, мы делаем очень похожую комбинацию. Выводим слот, где должно стоять сине-красное ребро, вставляем туда ребро, возвращаем передний уголок на место и возвращаем правый на место. То есть что отсюда, что отсюда, ребро переставляется очень похожим способом. Аналогично мы поступаем, если ребро находится слева на втором слое. Выводим вот сюда слот, вставляем туда ребро, возвращаем передний уголок на место и возвращаем левый уголок на свое место. Самая дальняя позиция, где может находиться синее-красное ребро, если он не находится на своем месте, это вот этот задний слот на втором слое. Чтобы оттуда переставить ребро на нужную позицию, мы его сначала выдвигаем на верхнюю грань и получаем знакомую ситуацию. Откуда решаем знакомым способом. Выводим слот на верхнюю грань, вставляем туда ребро, возвращаем передний уголок на место и правый. Но здесь нам нужно еще на свое место вернуть задний уголок. Для закрепления соберем остальные ребра второго слоя. Выдвигаем слот, вставляем туда ребро, возвращаем уголок передний на место и правый тоже. Далее идет зелено-оранжевое ребро. Оно находится вот здесь. Отводим в сторону, поднимаем слот, вставляем ребро, возвращаем на место. Следующее, сине-оранжевое, находится вот здесь. Поднимаем слот на верхнюю грань, вставляем туда ребро, возвращаем передний уголок в нужную ориентацию и левый тоже. Второй слой собран. На верхнем слое может быть всего лишь три типа ситуации. И вот это одна из них, когда неправильно ориентированы два ребра. Желтый цвет должен быть направлен вверх, у них он направлен куда-то в сторону. Если два неправильно ориентированных ребра, то такая ситуация всегда решается за один пиф-паф. Важно, с какой стороны его сделать и из какого положения. Рассмотрим боковые грани. Синяя, красная, зеленая и оранжевая. Из всех выделяется зеленая грань. Она полностью собрана. Зелено-желтое ребро стоит на своем месте. Можно по вот этому правильно стоящему ребру определять, с какой стороны и как делать пиф-паф. Располагаем полностью собранную грань сзади. То есть правильно стоящее ребро должно находиться именно сзади. Дальше смотрим. Справа есть неправильно ориентированное ребро, а слева оно ориентировано правильно. Начать пиф-паф нужно делать с той стороны, где ребро неправильное. В данном случае начинаем пиф-паф справа. И головоломка собирается. Рассмотрим зеркальный случай. Опять два неправильно ориентированных ребра. Ребро, которое стоит на своем месте, это желто-зеленое. Располагаем его сзади. И видим, что слева у нас есть неправильно ориентированное ребро. Соответственно, с левой стороны начинаем делать пиф-паф. И опять же, все собирается. Можно заметить, что когда мы делаем первое движение у пиф-пафа, то синее ребро перемещается на синюю грань. Вот у нас цвета вот эти совпадают. И если это действительно происходит так, то у нас ReadyCube или 8Petals потом соберется. В случае, если мы сделаем пиф-паф вот с такой позиции, получается красное ребро пойдет на оранжевую грань. Если мы доделаем пиф-паф, то не соберется. Таким образом, не всегда нужно отслеживать, где находится правильно стоящее ребро. Ребро, которое на своем месте. Можно смотреть, что первое движение пиф-пафа ставит ребро на свою грань. Красное ребро на оранжевую грань становится неправильно. То есть это ход неверный. Поэтому перехватываем и видим, что желто-зеленое ребро ставится на свою грань. Поэтому можно пиф-паф доделать. И головоломка соберется. Таким образом, можно отслеживать либо правильно стоящее ребро, либо то, чтобы первым движением неправильно ориентированное ребро становилось на свое место, чтобы цвет ребра совпадал с цветом грани. Вторая ситуация – это все четыре ребра неправильно ориентированы. В этом случае мы делаем пиф-паф с любой стороны и получаем предыдущую ситуацию. Опять же, мы можем ориентироваться либо на правильно стоящее ребро, вот оранжевая грань полностью собрана, либо на цвет ребра, которое перемещается первым. В данном случае зеленое ребро становится на синюю грань, значит этот ход неверный. Перехватываем красное ребро на красную грань, ход правильный. Напомним, что мы начинаем делать пиф-паф с той стороны, где есть неправильное ребро. То есть здесь мы в любом случае будем делать правый пиф-паф, если бы цвета совпадали вот эти. Здесь получается, нам приходится делать левый пиф-паф. Ну и понятно, что если мы сделаем левый пиф-паф, то здесь цвета будут совпадать, но заодно проверим, здесь стоит ребро на своем месте. Левый пиф-паф. При желании в данной ситуации можно отслеживать, какой пиф-паф будет следующим и просчитывать, с какого пиф-пафа лучше начать. К примеру, если мы сейчас сделаем правый пиф-паф, то красное ребро встанет на свою грань. После чего перед нами окажется собранная грань, которую в любом случае придется расположить сзади, после чего делать уже левый пиф-паф. Можно просчитывать, можно нет, решайте сами. Третья ситуация, это когда все ребра правильно ориентированы, но на верхнем слое ни одно из них не стоит на своем месте. Ситуация решается похоже с предыдущим случаем, но просчитывать ее гораздо проще, потому что с любой стороны она симметричная, и не важно с какой грани ее начинать. Сделаем правый пиф-паф. И увидим, что у нас получился самый первый случай. Понятно, что оранжевое ребро на красную грань будет становиться плохо, поэтому перехватываем и делаем еще один правый пиф-паф. И так будет абсолютно всегда, если вы начали с правого пиф-пафа. Получается, что если вы видите ситуацию, похожую на H1 из обычного кубика робика 3х3, ну или у вас просто все ребра правильно ориентированы, но не стоят на своем месте, такая ситуация единственная, то вы просто делаете правый пиф-паф, перехват и еще один правый пиф-паф. Можно даже ничего не просчитывать, не просматривать. Далее я покажу две сборки с объяснениями. Одна с самым простым способом, вторая с небольшими ускорениями. Для начала найдем четыре угла, у которых есть белый цвет. Мы видим их сразу. Повырачиваем все белыми цветами на одну грань. Располагаем эту грань вниз и ищем белые ребра. Для начала белый-зеленые. Белого-зеленого нет, но можем поставить бело-красное на место, и заодно у нас поднимется снизу бело-зеленое. Самая простая позиция. Делаем три хода, чтобы поставить ребро на место. Поднялось бело-зеленое. Мы поставим его тоже. Далее мы видим, что здесь находится бело-синее, не на своем месте. Проще всего бело-оранжевое поставить на свое место, и это отсюда поднимется. Удобная позиция. И остается бело-синее поставить. Оно находится здесь. Выдвигаем слот. Вставляем ребро. Ставим все на место. Первый слой собран. Ориентируем желтые уголки. И собираем ребра второго слоя. Ну, раз перед нами оказался синий-красный слот, да и рядом находится синий-красное ребро, давайте с них и начнем. Отводим ребро в сторону, подводим сюда слот, вставляем ребро, возвращаем уголок на место. Следующее зелено-красное. Где это оно здесь было? Выводим слот на верхнюю грань, вставляем ребро, возвращаем, и возвращаем вот этот уголок на место. Следующее зелено-оранжевое. Находится вот здесь вот на втором слое. Поднимаем слот, вставляем ребро, возвращаем передний уголок, возвращаем правый уголок. Получаем собранный второй слой. На верхнем слое ситуация, когда все ребра правильно ориентированы, но стоят не на своих местах. Решается через два пиф-пафа. Делаем один правый пиф-паф, перехват, и второй правый пиф-паф. Все собрано. Ну и сборка, где мы постараемся немного просчитывать наши движения. Опять же, начинаем со сборки белой грани. Быстро находим четыре белых угла, видим, что все они неправильно ориентированы, поэтому все четыре нужно вращать. Но помимо того, что мы просто можем ориентировать уголки, мы можем уже дополнительно к ним добавлять ребра. Смотрим. Вот белый-синий-красный уголок. Рядом с ним можно поставить бело-красное ребро. Уже получается пара. Пара элементов, которые лучше бы не разрушать. Посмотрим, есть ли еще такие. Вот белый-синий. Вот мы получили две пары, которые уже соберут нам пару белых ребер. Мы развернем два других угла и разворачиваем вот эти так, чтобы их не разрушить. Мы можем, конечно, сначала белый-синий уголок развернуть, но при развороте бело-красного мы вот это разрушим. Так что начнем с бело-синий-красного и потом здесь. В итоге у нас ориентированы четыре угла и два ребра уже стоят на своих местах. При должном усердии можно просчитывать больше ребер, причем и ребра второго слоя. Собираем остальные ребра. Вот белый-зеленый стоит удобно. И белый-оранжевый тоже. Далее мы будем одновременно ориентировать уголки верхнего слоя и расставлять по местам ребра второго слоя. Находим синий-красный ребро. Неудобно. Какое здесь еще есть? Вот есть синий-оранжевый. Синий-оранжевый, синий-оранжевый уголок. Подвернем уголок. Рядом с ним поставим ребро. И у нас еще заодно собралось еще зелено-оранжевое. Два ребра разом собрались, а мы всего лишь развернули два желтых уголка. Дальше смотрим. У нас есть зелено-красный и синий-красный. Отведем зелено-красный в сторону. Нужной стороной повернем желто-зелено-красный уголок. Подсоединим к нему ребро и вернем на место. Далее нам остается собрать вот эти два элемента. Ставим рядом. Отводим на место. Восстанавливаем. Вот так, более быстрым способом, мы собрали и уголки, и ребра второго слоя. Но решение верхнего слоя не отличается. Делаем один пиф-паф. Все собрано. Если собирать таким способом, то можно получить ситуацию, когда у вас верхний слой весь собран. Ну, если скипанули вот эти ребра, ну или в каком-то другом случае. И остается развернуть только один уголок. Кажется, что это паритет, но нет. Это стандартная ситуация, которая решается типовым алгоритмом из классической пирамидки, который выглядит вот так. Так, мы опускаем правый уголок и вращаем верхний. Поднимаем правый, в ту же сторону вращаем верхний. Опускаем правый, опять вращаем верхний и поднимаем правый. Здесь мы вращать будем правый уголок и левый уголок. И если нам нужно развернуть уголок по часовой стрелке, мы левый будем вращать все время по часовой стрелке. А правый вниз, вверх, вниз, вверх. Чередовать правый вниз, левый по часовой. Правый вверх, левый по часовой. Правый вниз, левый по часовой. Правый вверх, левый по часовой. Получается 8 движений, но все собирается. В случае, если уголок нужно развернуть против часовой стрелки, Делаем похожие движения. Начинаем. Правый вниз, левый против часовой. Правый вверх, левый против часовой. Правый вниз, левый против часовой. Правый вверх, левый против часовой. Смотря в какую сторону нужно развернуть уголок, в ту сторону мы его и вращаем. Ready Coupe и 8 Petals собираются на чемпионатах по спидкупингу. и для них уже многие разработали свои фишки, продвинутые методы, при желании можете их найти. Я здесь показал базовый материал, которого достаточно для того, чтобы собирать эти головонки менее чем за 20 секунд. Тренируйтесь и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо, всем пока.